Кролишина Кишла или Кроличий Загон так 200 лет назад называлось место в пойме реки Протока, поросшее яблонями, сливами, калиной и айвой. По приказу правителя Кубано-Черноморского войска герцога Дюк-Ришелье здесь был поставлен казачий кордон. Поселение, обнесенное изгородью из Терновника, стало именоваться Курень-Терноватый, но потом его переименовали в честь расположившегося здесь Петровского казачьего кордона. Богатая, щедрая, трудолюбивая, так можно охарактеризовать станицу Петровскую. Здесь умеют работать и умеют отдыхать. На Большом Станичном празднике побывали и наши корреспонденты. Почти 14 тысяч жителей, 4 детских сада, 4 школы, 3 дома культуры, участковая больница, 32 объекта бытового обслуживания, 88 магазинов, 6 кафе, 17 спортивных сооружений, спортивные школы. Словом, все, что надо для жизни, есть в Петровском сельском поселении. Костяк экономики поселения составляют 6 сельскохозяйственных и 2 промышленных предприятия, 13 крестьянско-фермерских и почти 4 тысячи личных подсобных хозяйств. Более 200 тысяч различных субъектов бизнеса. Здесь созданы условия для того, чтобы строить семьи и возводить дома. Здесь умеют работать и отдыхать. Потому на праздник, по случаю 200-летия станицы, на площади перед сельским домом культуры, собрались практически все жители Петровской. Во все времена самой большой ценностью для станицы были люди. Об этом в своем обращении к собравшимся отметил глава Петровского сельского поселения Владимир Михаленко. Слова особой благодарности хочу сказать старшему поколению петровчан, воспитавших в нас чувство ответственности и любви к родной станице. У каждого из нас своя история, своя семья, свои традиции. Однако у нас всех есть общее имя – петровчане. Желаю нашей станице процветания, новых ярких страниц и историю о каждом из нас добра, здоровья и мира. Поздравить петровчан с праздником приехал и глава Славянского района Роман Сенеговский. Этот праздник, конечно, этот праздник для людей, которые работали и трудились на благо родной станицы в прошлое время и которые трудятся сегодня и передают эстафету нашему подрастающему поколению. Владимир Ильич подробно остановился на тех фамилиях, на тех именах, чем мы сегодня гордимся и то, что прославляет сегодня нашу станицу и Славянский район. Поэтому я уверен, что количество этих имен будет только увеличиваться, потому что в Петровской умеют работать, потому что в Петровской любят жить и любят работать. Одним из знаковых событий празднования двухвековой годовщины стало открытие в Петровской исторического музея. Его создание стало возможным благодаря петровчанам, которые откликнулись на предложение главы поселения собрать экспозицию из старинных вещей, которые жители хранят дома как реликвии. Причём идея эта так понравилась местным жителям, что под все принесённые экспонаты запланированного места уже недостаточно. Следующий этап – расширение выставочной площади. И потихонечку сделаем проём, и ещё один зал сделаем. Потому что много несут, много, оно не вмещается. А тем временем на площади станицы царила атмосфера широких народных гуляний. В Курнях жарились традиционные пирожки, варился борщ. На сцене выступали станичные творческие коллективы, которых в Петровской действительно много. 200 лет станицы Петровской. Как хорошо, что у нас в станице бывают такие праздники, такая масса, организованная. В нашей станице так много талантливых детей поют, танцуют. Это просто, я не знаю, нам в Москву не надо. У нас столько талантов. Кульминацией праздника стало торжественное награждение петровчан, внёсших большой вклад в развитие поселения званием «Почётный житель станицы Петровской». Его присудили Чеверикиной Анне Андреевне. За многолетний добросовестный труд звание «Почётный житель станицы Петровской» Славянского района присвоено Чеверикиной Анне Андреевне. А также педагогу 29-й школы Диане Зосе и Ивану Сироте, руководителю ЗАО «Приазовская». Кроме того, на мероприятии были отмечены заслуги тех жителей станицы, кто своим ежедневным трудом приносит пользу обществу и прославляет родную землю. Петровская благодарила своих жителей, а они, в свою очередь, желали ей всего самого доброго. Пожелаю петровчанам здоровья, благополучия, трудиться, стараться достигать поставленных перед собой целей. Ну и самое главное, чтобы всё было у всех хорошо и синий небо над головой. Самое главное, хотелось бы пожелать здоровья, крепкого-крепкого, благополучия. И синего нету над головой, чтобы всё было хорошо. Мирное небо, здоровые дети и здоровое наше население. Сегодня в Петровской праздник, мы все рады, мы довольны. Я петровчан всех поздравляю. Спасибо большое администрации, устроили праздник прекрасный. Год от года хорошеет станица, воспитывая в детях дух казачьих традиций, уделяя внимание воспитанию подрастающего поколения, приучая их почитать и уважать устои малой родины, любить труд и свой дом. Нет здесь людей равнодушных, оттого уже 200 лет сильны духом петровчане. Мария Климова, Георгий Калинин, программа События.